Субтитры подогнал «Симон» 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 «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь» «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами» «Симон» «Симон» Садитесь, братья и сестры, сегодня 14-е рядовое воскресенье. Осознаем наши грехи, чтобы достойно участвовать нам во святых тайнах. Исповедую перед Богом всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя вина, моя великая вина, поэтому прошу блаженную Преснадеву Марию, всех ангелов и святых и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог и, простив нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной. Аминь. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Дух Господень, Субтитры подогнали Симон. 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 Аннушка. Сегодня Господь поощряет нас в нынешнем чтении из Евангелия от Луки, поощряет нас беречься любостяжания. Вот слово, которое переведено у нас здесь как любостяжание, это слово плеонексе, корыстолюбие, жадность, свои корысти, ненасытимость в некотором смысле. А слово берегитесь, это такой глагол, буквально, ну, выставьте стражу или поместите себя под охрану от этой жадности. Ну, либо наоборот, эту жадность посадите в тюрьму такую своеобразную. Поводом для этой речи, для этого учительства, стала просьба одного человека из народа, который попросил Христа разделить наследство. Давайте прочитаем целиком весь этот отрывок из Евангелия от Луки, 12 глава, с 13 по 31 стихи. И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь и веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, они в Бога богатеют. И сказал ученикам своим, посему, говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тела одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть. Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми пачу вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, но и паче ищите Царство Божие, и это все приложится вам. Опасность любостяжания. Берегитесь, любостяжание, говорит нам Господь. Почему нам нужно беречься вот этого любостяжания, страсти к приобретению, жадности, страсти к накопительству? Во-первых, потому что любостяжание всегда пытается превратить Бога из Господа в слугу. Мы видим, с чего начинается эта беседа. Некто из народа сказал ему, учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство. Обратите внимание на то, как звучит эта просьба. Видно, что вот этот несчастный человек должен вступить вот в дорогое его сердцу родительское наследство. Однако брат, с которым он вместе ел, пил, значит, там, играл, стал вдруг далеким и жестоким. Кто-то сказал из великих, не помню кто, ты не знаешь человека до тех пор, пока не делил с ним наследство. Так бывает. Я тоже это знаю, потому что как только остается наследство, вот даже самые близкие люди начинают ругаться друг с другом, ссориться. Генрих Гейн написал, разделяет всех наследство, здесь и войны, и отравы. Жизнь не цель, а только средство для дарованного права. Мы видим, что этот молодой человек на самом деле не просит Христа, он ему приказывает, похоже. И вот очень часто, когда мы смещаем взгляд в богатство, да, то есть когда мы, ну вот материальными достатками меряем свой успех в жизни или неуспешность свою, тогда мы по неволе начинаем Богом понукать. И очень часто вот наше сердце оказывается запачканным грехом. Причем это проявляется как в ропоте, так и в благодарности. Мы иногда ропщим и говорим, я вот столько, Господи, молился, а ты меня тут проигнорировал. Я столько жертвовал, я столько вот сил, значит, положил на это дело, а ты никак вот не хочешь меня благословить. Так и наоборот, многие благодарят Бога, как благодарят расторопного слугу. И говорят там о том, что вот я молился и Господь, вот он так вот-то сделал или вот сяк-то вот сделал. То есть я ему вот сказал, и он вот так вот сделал. И то и другое звучит неприятно и богохульно. Потому что человек, который фокусируется на результатах вот этих материальных, да, он уже не осознает себя рабом Христа. Он осознает Бога, как своего слугу, как того, кто обязан ему как-то поправить материальное дело. И либо он этого слугу ругает, либо он его хвалит. Но от этого ничего не меняется. Поэтому, когда Христос отказывает этому молодому человеку, многим это кажется, ну, странным. Но почему Бог, который над всеми, как бы вроде готов сжалиться, Он говорит, кто меня поставил судить и делить вас? Наверняка, потому что Он хотел, наверное, чтобы этот молодой человек услышал, кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебе идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и отхотящего занять у тебя не отвращайся. Господь призывает нас задуматься хорошо над тем, а вы в кого меня хотите превратить, в слугу, или все-таки я Господь ваш? Подумайте и берегитесь любо стяжания. Вторая причина, почему нам нужно беречься любо стяжания, потому что любо стяжание подменяет истинные наши ценности. Вот здесь Христос рассказывает дальше притчу. Очень известную притчу про глупого богача, который сломал свои житницы, построил больше, и многое накопил добра, и в эту же ночь умер. Конечно, моральный смысл этой притчи, в общем, ясен даже ребенку. Главная ценность – это наша душа, наша жизнь, а не наши деньги. И внезапная смерть, она как раз и показывает истинные ценности. Многие пытаются это понять даже при жизни. Вот я в городе Пушкине слышал, как гид рассказывал, что во времена царствования Елизаветы Петровны была мода, ну, такое украшение покоев и статуй дворца золотом, поэтому все было украшено очень пышно. Но когда на престол зашла Екатерина, мода на золотое убранство прошла, и императрица приказала со стен золото, со статуи, со скрести. И один из купцов попросил императрицу разрешения купить это золото, на что Екатерина ответила, «Неужели вы думаете, что я настолько бедна, что буду продавать свой строительный мусор?» И золото было просто выброшено. И вот, когда ты слышишь эту историю, ты думаешь, ну вот, это интересный момент, отчего так поступила императрица. То ли, что называется, с жиру бесятся люди некоторые, то ли действительно потому, что человек не придавал значения большого золота. Материальное ведь как мыльный пузырь. Мыльный пузырь, кстати, может очень долго держаться. Вот, я помню, мы ставили в детстве эксперименты, и там несколько минут, я помню, держался крепкий мыльный пузырь. Но он всегда лопнет, обязательно лопнет. И когда он лопается, глупо о нем рыдать, каким бы большим и красивым он не был. Другое дело вещи. Мы к ним, конечно, очень привыкаем, и я грешен, сам привыкаю к вещам. Но Господь говорит, что не это должно быть нашим сокровищем. Потому что бывает так, что сам Господь посмеется над нами. Вот известно, что старый Рокфиллер зарабатывал в неделю более миллиона долларов, но на свою еду мог тратить всего пять долларов в неделю, потому что был болен, питался протертыми всякими там штуками, картофельным пюре и кашами, потому что сильно болел. Богатым быть только лишь материальным, это означает обеднеть в каком-то другом уровне. Очень простой эксперимент. Достаточно снять с руки часы, зажать их в кулаке, и сказать, вот это мои часы, как ты оказываешься действительно обладателем часов, но ты рукой не можешь работать и не можешь узнать, который час. Все материальное, как говорил Христос в Нагорной проповеди, либо сломается, либо испортится, либо будет украдено. Буквально все. Если это не вложить в Царство Небесное. Так бывает со всяким, да, кто не в Бога богатеет. Вот богатеть нужно, говорит Христос, и можно, но богатеть нужно в Бога буквально. То есть нужно богатеть, осознавая, что деньги, которые дает Господь, это средство для того, чтобы послужить Богу, и не более того. Потому что любостяжание может привести к настолько серьезным сменам парадигмы, что ты даже можешь потерять спасение, как в Ветхом Завете в книге Иисуса Новина мы читаем про Ахана, которому так полюбилась прекрасная синарская одежда и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей, что он решил взять это заклятое. Это вот хорем был так называемый, да, хорам или... Ну, то есть вот заклятое. То есть то, что было отделено, ну, а уничтожение. Но он подумал, ну вот зачем уничтожать прекрасную одежду и драгоценные металлы? Все равно это уничтожится. Я это возьму себе, и никто не узнает. А Господь перестал посылать благословения и победы, потому что это был грех, это было воровство и богохульство. И в результате грех Ахана открылся, и были казнены все его близкие, и он тоже. Любостяжание отнюдь не так безобидно, как некоторые себе представляют. Третья причина, почему нам нужно любостяжание беречься, потому что оно искажает жизненные цели. Вот с 22 по 31 стихи Господь говорит, что нам не нужно заботиться, да, не заботитесь для души вашей, что вам есть, не для тела во что одеться. Иисус здесь запрещает необычную, такую благоразумную предусмотрительность. Она подобает каждому взрослому человеку. Господь запрещает здесь беспокойство, тревогу и суету. Господь не оправдывает беспомощное, безрассудное, бездумное, расточительное отношение к жизни. Он запрещает предаваться изматывающему, мучительному страху, отнимающему радость жизни. Мерим нам, употребляет здесь евангелист, это слово, что значит мучиться, беспокоиться с тревогой. Вот буквально волноваться о том, будет у тебя богатство или нет. И Господь говорит, что не надо поэтому волноваться о богатстве. Ну вот почему? Ну потому что, во-первых, жизнь ваша в божьих руках. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Бог обеспечит работу тела, сердца и легких. Это все равно, что каждый день предаваться вот такой панической атаке о том, вот сейчас-то у меня сердце стучит, а вот я усну, будет оно стучать или нет? И серьезно там об этом думать. А что будет, если у меня легкие откажут? Или почки? Ну то есть, есть люди, которые, конечно, так загоняются, и по хондрии такой. То есть, они живут в постоянном стрессе и страхе. И вот Господь говорит, ну вот бог, вы же обычно об этом все-таки не беспокоитесь, это все-таки такая редкая патология. То есть, он обеспечивает работу вашего тела и сохранность души. Так неужели он не позаботится и об остальном? Он это может сделать даже без посредства пищи или одежды. Бог говорит, даже заботится о птицах. Вот здесь говорится про птиц, про воронов, которые не сеют, не жнут и так далее. Один известный раввин говорил, в жизни своей не довелось мне видеть оленя, сушащего инжир, или льва, носящего тяжести, или лесу, торгующую различными товарами. Бог как-то их питает, вас пропитает. То есть, вы об этом не переживайте, вы делаете свое дело, просто честно работаете. И вот здесь Господь честно нас предупреждает, вы вообще-то мало что можете изменить. Вот я думаю, что каждому дается своя мера. Кто из вас заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть. Вот богатство, это как рост. Вот кому-то бог дал большой рост, а кому-то нет. И вот тому, у кого рост маленький, глупо сетовать на это, или тому, у кого большой, там сетовать на это. Вот бог вот так сделал. Может произойти, конечно, чудо. Чудеса случаются разные. И человек бедный может внезапно разбогатеть. Но это опять же воля божия. И вот здесь, если Господь хотел бы, чтобы мы были очень богатыми, Он бы нас такими сделал. Равно как, если бы Он хотел, чтобы у нас был большой рост, Он нам его дал и так далее. То есть, беспокоиться о богатстве, это все равно, что беспокоиться о том, какого ты роста. Ну, вот какой есть, такой есть. Довольствуюсь этим. Есть свои плюсы в высоком росте, в маленьком. Масса плюсов и там, и там. Поэтому, вот все зависит от бога, Он говорит. Если Господь пожелает, что-то изменится. Не пожелает, не изменится. И вот вы своим ропотом или своим беспокойством ровно ничего не измените. Но бог заботится даже и о растениях. Вот тут и лилии, пожалуйста, которые очень красивые, одеваются так, что и Соломон во всей своей славе не одевался. И, конечно, беспокойство такое свойственно язычникам, говорит Христос. Всего этого ищут люди мира сего. И Господь ведь знает, в чем вы нуждаетесь. Поэтому вы тоже не переживайте. Потому что бывает так, что люди вот все полагают на какой-то алтарь ради достижения какой-то цели, а потом оглядываются назад и с удивлением пожимают плечами. А зачем я столько сил и времени на это потратил? Это как в старой притче про лесу, которая пробегала мимо виноградника, увидела дыру в заборе. Но дырка была очень узкая, и лиса туда не пролезала. Тогда она решила поститься три дня, чтобы в дыру пролезть. Вот она три дня ничего не ела, пролезла в дыру, наелась винограда до отвала, и опять не пролезает. И опять постилась три дня, чтобы получить свободу. И вот обретя ее, она спросила у себя, а стоило не есть шесть дней ради того, чтобы час вот поесть этот виноград? Как бы вроде вот в жизни ничего не изменилось. Вот явно не стоило. Поэтому Христос говорит, а вот о чем вы никогда не пожалеете, что вы вот все отдали на это, что вы вот там и постились, и молились, и чем-то жертвовали, если вы будете искать Царство Божьего и правды Его, то вам вообще-то все приложится тогда. Не в том смысле, что вы станете самыми богатыми, а в том смысле, что вам приложится вот то удовлетворение, то спокойствие, которому вы стремитесь и которого вы ищете. Потому что без Царства Божьего все будет напрасно. В аду вам ничего такого, собственно, не будет нужно уже. То есть там уже как-то теряют привлекательность все ценности этого мира. Ищите прежде Царствия Божьего, говорит Христос, и берегитесь любостяжаемым. Деньги хорошей слуга, но плохой господин. А делать из Бога слугу тем более негоже. Вот такую историю, такое учение рассказал Господь, казалось бы, в ответ на простую просьбу о справедливом разделе наследства. И, наверное, все-таки молодой человек, хочется надеяться, сделал правильные выводы. И не переживал отныне от того, что, ну, брат его там кинул. Ну, так бывает. Бывает, что и родственники с нами несправедливо поступают. Но зато он усвоил наверняка очень хороший урок, что искать надо Царство Божие. Потому что в конечном итоге тот, кто приобрел Бога, тот приобрел все. А тот, кто Бога потерял, тот остался в дураках. Дай Бог и нам иметь и правильные жизненные цели, и правильные ценности, и правильно относиться к Богу, и иметь приоритеты верные, чтобы достичь Царства Божьего. Аминь. Давайте с вами встанем и исповедуем нашу дочь. Верую во единого Бога Отца Всемогущего, Творца Неба и Земли, Видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца Рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, Свет от Света, Бога Истинного от Бога Истинного, Рожденного, Несотворенного, Единосущного Отцу, через Которого все сокровено. Ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого, и Марии Гивы, и Ставшего Человеком, распятого за нас при Бонте и Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день Пописания, восшедшего на небеса, и сидящего о весну и Отца, вновь грядущего со слабую судей, живых и мертвых, и Царства Его не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, Которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, Который вещал через пророков, и во единую святую, вселенскую и апостольскую церковь, исповедуя единое крещение во отпущение грехов, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Братья и сестры, попросим Господа нашего, дабы все люди познали истину и спаслись. Услышь нас, Господи! Услышь нас, Господи! Помолимся о Церкви Святой, да соединится она в вере и совершенной любви. Услышь нас, Господи! Помолимся о Патриархе нашем, Леонардо, обо мне недостойном, обо всех епископах и священниках, да хранит их Господь для Святой Церкви Своей. Услышь нас, Господи! Помолимся обо всех народах, да обретут они истину Евангелия и примут дар спасения. Услышь нас, Господи! Помолимся обо всех страдающих телом и душою, да ощутят они нежную любовь и благодатную помощь Бога. Услышь нас, Господи! Помолимся о пребывающих в тяжком грехе, да внемлют они глазу Божию в своей совести и отвратятся от своих беззаконий. Услышь нас, Господи! Помолимся о нас здесь предстоящих, да свидетельствуем мы о нашей вере словом и всей жизнью своей. Услышь нас, Господи! Молимся Тебя за мир и дружбу в деревне. Услышь нас, Господи! Молимся Тебя о здравии! Услышь нас, Господи! Молимся Тебя о покоении! Услышь нас, Господи! Господи, услышь молитвы наши, даруй нам крепость в искушениях, свет в сомнениях, в утешениях, в страданиях, да пребудет с нами сила Твоей любви, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Субтитры, братья и сестры, будем готовиться. Таистое, хористик. Субтитры, братья и сестры, Субтитры, братья и сестры, Крес, под Богом, гитар, и сестры, Аминь. Субтитры, братья и сестры, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Достойно это и праведно! Достойно пребудет пасхальная тайна! Поэтому и мы со всеми ангелами тебя славим в радостном восхвалении! Субтитры создавал DimaTorzok Полны неба и земля славы Твоей! Субтитры создавал DimaTorzok А сановы души! Субтитры создавал DimaTorzok Когда Христос воскрес и послал апостолам Духа Святого! Ради Христа просим Тебя, всемогущий Божий, освети эти дары излиянием Духа Твоего, чтобы они стали для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа! Он, добровольно предавая себя на страданиях, взял хлеб и тебе, вознося благодарение, преломил и подал его ученикам своим, говоря, Примите и пейте из нее все, ибо это и есть чаша крови моей! Нового и вечного завета, который из-за вас и за многих прольется во отпущение грехов! Это совершайте в память обо мне! Субтитры создавал DimaTorzok Велика тайна веры! Смерть Твою восхищает Господи! В воскресенье Твоя исповедует! Ожидая предшествия Твоего! Итак, вспоминая смерть и воскресенье Его, Тебе, Господи, приносит хлеб жизни и чашу спасения! И благодарим Тебя, ибо Ты удостоил нас стоять пред Тобою и служить Тебе! Смиренно молим, что, причащаясь к телу и крови Христа, мы были собраны Святым Духом воедино! Помни, Господи, о святом Твоем, распространенной по всей земле! Сделай ее совершенной любви! Вместе с патриартом нашим народом, и прополитым нашим тадом, и всем духовным средствам! Помни также братьев и сестер наших, усопших в надежде воскресенья, и всех почивших Твою милосердие! И прими их в свет лица Твоего, всех нас помилуй, и удостой нас участия в вечной жизни вместе с Пресвятой Покородицей Девой Марией, с блаженным Иосифом и ее обручником, со святыми апостолами, и всеми святыми от века Тебе угодившими, чтобы с ними восхвалять и прославлять Тебя через Сына Твоего, Иисуса Христа! Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Аминь! Спасительными заповедями вдохновленные, божественными наставлениями наученные, дерзаем цевать! Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не вреди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, избавь нас, Господи, от всякого зла. Даруй милостивый мир во дни наши, чтобы силы и милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть Царство, и сила и слава во веки. Аминь! Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолу Свою, мир оставляю вам, мир мой даю вам, не взирай на наши грехи, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволи умирить и объединить ее. Ты живущий и царствующий в великих веков. Аминь! Мир Господа нашего да будет всегда с вами. И с тобой благотворяйте. Приветствуйте друг друга миром и любовью. Субтитры делал DimaTorzok ПЕСНЯ Вот огнец Божий, берущий на себя грехи мира, Блаженны званные на вечерю адреса. Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, Но скажи только слово, и исцелится душа. Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь. Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь. Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. 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 По благодарности я хотела выразить Владыке за то, что он расстается с лишним килограммами. И я даже не исхищаюсь и даже не представляю, насколько это трудно ему дается. И вот вдохновившись его примером, я хочу попытаться расстаться со своими страхами по поводу парковки. Многие знают, что у меня уже 17 лет, в машине 0 лет 5 точно, а паркуюсь я очень плохо из-за того, что я боюсь именно. То есть когда сложившись в машину, у меня вот такой страх, вот здесь вот прям физически очень страшно. И я сейчас предпринимаю очередную попытку. Надеюсь, что это будет победа и последняя. Опять поучиться парковаться. Я прошу ваших молитв. Вот. Смотрите, Адаш, это тяжелый подвиг. И также я хочу позвать в компанию кого-то, может быть, кто-то хочет, а тоже избавиться от чего-то. Конечно, в своей жизни. Ты как-то знал, привычек у ничего. Вот одно и с кем-то мне будет веселее. Спасибо. 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 Слава Богу. Ну что ж, на неделю, в четверг у нас, поскольку мы все-таки географически хотя бы часть Европы, то у нас праздник. Абва Бенедикт, святой Абва Бенедикт, Бенедикт Нурсийский, это великий святой V века. У нас долгое время все кресты наперстные были крестами святого Бенедикта. Они как-то так популярны у нас в России. Ну и вообще, такой великий, один из великих святых, основатель такого общежитного монашества. Вот. И так что в четверг мы будем праздновать его память. Ну и следующее воскресенье, если Бог даст жизни, то это будет 15-е или там воскресенье, тоже здесь будет место. Ну а сейчас давайте встанем, преклоните головы ваши и примите Божье благословение. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Аминь. Да призвит на вас Господь светлым лицом своим и помилует вас. Аминь. Да обратит лицо свое на вас и даст вам мир. Аминь. И благословение всемогущего Бога, Отца и Сына и Святого Духа да снизойдет на нас и прибудет с вами всегда. Аминь. 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 Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Месса совершилась, идите в мире. Благодарение Богу. Субтитры подогнал «Симон»